Дорогой дневник, есть в моей жизни большая и важная глава, о которой в обществе не сильно принято говорить. А на тех, кто все-таки берет на себя смелость рассказать, наше понимающее и толерантное общество вешает ярлыки. Я считаю себя человеком нового поколения, но что-то во мне все равно мешает говорить откровенно о некоторых вещах. Я будто бы стажусь своих состояний, как следствие себя саму. Испытываю вину за то, что я не отвечаю стандартам нормальности того самого общества. Сегодня именно тот день, когда я собираюсь разрушить устаревшие установки в моей голове, ну или хотя бы попытаюсь их разрушить. И расскажу о том, как однажды меня поцеловал Дементор, забрав всю радость этого мира. Так я называю этап своей жизни, когда я столкнулась с депрессией. Я даю себе отчет в том, что затрагивая эту тему, я рискую быть непонятой, неинтересной и отвергнутой. Более того, моя психика стерла многие моменты из моей памяти, пытаясь меня защитить. Но я постараюсь вспомнить важные моменты из прошлого и рассказать о своем личном и глубоко индивидуальном опыте, хотя бы для себя самой. Дорогой дневник, я не помню, с чего конкретно и когда именно это началось, но отчетливо помню один яркий момент. Его и возьмем за начало этой истории. Кстати, удивительное наблюдение. Я могу не помнить, когда день рождения у моей любимой бабушки, как я пошла впервые в школу или что я ела сегодня на завтрак, но я помню некоторые обычные дни, вплоть до мельчайших деталей. Я помню погоду, которая стояла в тот день, помню приблизительное время, что было на мне надето, а иногда даже могу вспомнить запахи. Тот день был одним из таких. Его я помню отрывками и будто бы со стороны. Была теплая осень, я со своим тогда еще будущим мужем стояла у дверей моей работы и плакала на взрыв. Со стороны я выглядела так, будто бы мне сообщили о гибели близкого мне человека. Внутри были такие же эмоции. Но по факту у меня не было ни одной весомой причины для слез. Ну, не было официальной причины, но по моим внутренним ощущениям я в тот день умерла. Я помню испуганные глаза моего любимого человека, который не понимал, что вызвал у меня настолько сильные эмоции. Я помню, что он задавал мне много вопросов, изо всех сил пытаясь меня понять, но в тот день он не смог, как и во многие остальные. Не смог он не потому, что не захотел, а потому что сначала я должна была понять себя. Но к этому мне еще не скоро предстояло прийти. С тех самых пор я плакала ежедневно, часто по несколько раз в день. Самые простые вещи требовали у меня колоссальных усилий. Я плакала из-за погоды, плакала из-за того, что кончилось молоко, плакала из-за того, что нет сил прогуляться, плакала из-за того, что плачу. Все обыденные вещи стали для меня невыносимо трудными. Например, сходить утром в душ, ответить на телефонный звонок, пойти в магазин за продуктами. Все это было для меня убийственно тяжело. Из-за этого я тоже плакала. В то время все дни слились в один, это был сплошной день сурка. Все серое, однообразное, тяжелое и невыносимое. Никакого вкуса к жизни, более того, она была для меня в тягость. Со слов моего мужа, я плакала каждый день, почти не выходила без надобности из дома. На все его попытки узнать причину моего настроения, я вяло отвечала, я не знаю. Но справедливости ради, я и правда не знала. Он говорит, что в то время во многом винил себя и думал, что он и есть причина моего настроения. Хотя на самом деле он стал причиной моего выздоровления, но к этому мне еще предстояло прийти. Не помню, сколько именно это продлилось, но помню момент, когда в подарок моей тогда еще не выявлена депрессия, я получила панические атаки. Мои любимые панические атаки. К слову, депрессия уже далеко в прошлом, но вот панические атаки со мной до сих пор. Да, уже не так часто и не такие сильные, но они преданы мне больше, чем Бриена Тарт своим клятвам. Но это уж другая история. Помню, когда это произошло впервые. Мы с моим будущим мужем жили тогда в общаге на первом этаже. Это была маленькая, но очень уютная комната со своим санузлом и кладовкой, в которой мы хранили хлам, который жалко было выкинуть и который нам, естественно, ни разу не пригодился. У нас было много гирлянд, теплый уютный плед, а по вечерам я делала нам чай из ягод и блепихи. В тот вечер я, как и всегда, была в плохом настроении, готова разреветься по любому поводу, но вдруг я почувствовала сильное жжение в области груди. Жжение было настолько сильным, что на него нельзя было не обратить внимания. Через минуту мне стало не хватать воздуха. Я делала глубокие вдохи и не могла достать до дна легких, если можно так сказать. Меня охватил сильный панический страх, единственное, о чем я могла думать, так это о том, что я задыхаюсь и конкретно сейчас умру. Мысли были настолько быстрыми и навязчивыми, что поглотили меня буквально сразу. Их было так много, что кроме того, что я умираю, я думала, что схожу с ума. Я помню, что не могла сидеть на одном месте, мне нужно было встать и что-то начать делать, иначе я просто умру. Я пила воду с жадностью, думая, что это поможет мне дышать. Сердце билось настолько быстро, что его стук, это было единственное, что я слышала. Я боялась, что от такой скорости оно вот-вот остановится. Я заплакала от ужаса, который полностью меня поглотил. Мои руки тряслись. Помню, муж предложил мне пойти на улицу, чтобы я подышала свежим воздухом, и мы пошли. Это состояние закончилось так же быстро, как и началось, но я уже не была прежней. Мысли о том, что со мной что-то не так, укоренились в моем соображении. Более того, эмоционально и физически я была выжата, как лимон. Я была похожа на маленькую разбитую фарфоровую чашечку, в которую больше нельзя налить чай. Тогда я точно поняла, что это конец, но мне нужно было найти причину. Я хотела знать название того, что меня убивает. С того вечера, когда я захотела узнать причину до дня, когда я ее нашла, пройдет полтора года. Это бесконечная сдача анализов, посещение самых разных врачей и отчаяние. Почему так долго? Потому что это стыдно и не принято в нашем обществе. К психиатру ведь только больные ходят, сумасшедшие. Мое состояние было далеко от нормального, и я часто думала, что вот-вот сойду с ума, но мысли обратиться к психиатру или хотя бы к психологу у меня тогда не было. Думаю, что дело может быть в менталитете наших стран, конечно же, в воспитании. Я нередко слышала от друзей или родственников что-то вроде «возьми себя в руки». У тебя есть руки, ноги, голова. Многим и этого не досталось. А я не могла взять себя в руки. Более того, такие высказывания еще больше выбивали меня из равновесия. Я стала замкнутой. Старалась никому не говорить о том, что со мной происходит, чтобы не столкнуться с предрассудками. Сейчас мне известно о том, что депрессия вызывает фантомные боли, которые ощущает человек. Я бы еще назвала это психосоматика. На протяжении полутора лет ежедневно я страдала головной болью, давлением и тошнотой. Анализы были великолепные. Поскольку я человек курящий, курящий много, я, конечно же, связывала эти моменты. Но бросить тогда не представлялось возможным. Помню один очень неприятный момент, когда я курила сигарету и запивала ее черным кофе. У меня случилась паническая атака. Настолько сильная, что я, конечно же, сразу поняла, что у меня рак. Тем более, что в моей семье есть генетическая предрасположенность. Панический страх охватил меня. Сердце вырывалось наружу, грудная клетка вот-вот должна была сгореть. И я не придумала ничего лучше, как вызвать себе скорую. От момента, когда я ее вызвала, до момента, когда приехал экипаж, меня уже отпустило. Но я все еще была напугана. Я, честно, не помню, о чем мы общались с врачами, но помню, что один из фельдшеров сказал о том, что где-то сейчас умирает дедушка от давления. Как бы обесценивая мое состояние. Мне было так обидно, я ведь тоже нуждалась в вашей помощи. Вспоминая эту историю сейчас, я думаю, он просто понял, что со мною было. Каждое утро я просыпалась с головной болью, с ней существовала на протяжении дня и с ней же засыпала. Панические атаки также были ежедневными гостями в моей жизни. На полном серьезе я думала, что я умираю и это произойдет со дня на день. И в этих состояниях я ходила на работу. Я каждое утро выходила из дома в страхе, зная, что сегодня произойдет что-то стрёмное. Я боялась потерять сознание. Очень часто в голове был туман, и я видела мир вокруг, как будто бы через полиэтиленовый пакет. Все такое нереалистичное. Я боялась, что когда я упаду без сознания, будет некому оказать мне помощь. Я боялась, что я сойду с ума, ведь навязчивые мысли в моей голове не давали мне покоя ни на секунду. Но я выходила из дома и шла на работу. Других вариантов у меня не было. На работе, конечно же, тревога и паничка. Я пила воду литрами, мне казалось, что она мне поможет. Ноги ватные, легкое головокружение, потные ладони и животный страх. По моим ощущениям, в конце дня я будто бы разгружала вагоны, полностью измотанная физически и эмоционально. Помню, как я пошла к врачу жалобами на свое состояние. Между прочим, мне его рекомендовали как лучшего в городе. Очень неприятный мужчина в белом халате после пяти минут беседы со мной сказал мне, чтобы я не нервничала и рожала как можно скорее. Это лекарство от всех болезней. Он не назначил мне сдачу анализов, не посмотрел мою амбулаторную карту, даже не спросил мой вес. И это все за 1300. Не зря он лучше в городе. Ссылка на врача в описании. К слову о моем весе. В тот период своей жизни я балансировала на грани анорексии. Была настолько худо, что если бы я встала на солнце, можно было бы не делать рентген. И так все видно. Все потому, что я ела всего раз в день на ужин. Напомню, что курю я много, сопровождает элитрами кофе. Были попытки завтракать или хотя бы обедать, но это все сопровождалось жуткой тошнотой на протяжении нескольких часов. Поскольку панические атаки нередко происходили в общественных местах, я стала их избегать как только могла. Выйти в магазин у дома было целым испытанием, не говоря уже о том, что в тот период времени я потеряла многих своих друзей, кроме нескольких. Хотя были ли они мне друзьями в таком случае? Вопрос риторический. Я больше не ходила в торговые центры, не ездила на общественном транспорте, не посещала кино с друзьями. Помню один из дней, когда у меня было отличное самочувствие, я была дома и планировала заняться уборкой. Но что-то очень важное мне нужно было купить в магазине. Идти к нему две минуты. Дорогой дневник. Я не могу вспомнить никаких значимых моментов того периода. Мой мозг хорошо постарался и скрыл от меня эти файлы. Более того, все происходило почти всегда одинаково. Менялось только время года, одежда на мне и места, в которых я находилась. Мои же состояния оставались неизменными. Это было не просто тяжело, это было капец как тяжело. Ежедневно я находилась в жесточайшей борьбе за жизнь. За нормальную жизнь. Несмотря на то, что почти перестала в это верить. Я была на приеме у огромного количества специалистов. Хороших и не очень. Я сдала литры крови, пытаясь найти там то, что делают мою жизнь невыносимой. Я была в частных клиниках и государственных больницах. Однажды я даже была у бабки в селе, которой на вид было лет 300. Она жила в доме, похожем на сарай, ковры были везде, кроме потолка. В ее доме не было света, но была очень атмосферная печка. Она смотрела на меня и читала какие-то молитвы, не знаю каким богам. Затем повязала мне красную нитку на запястье и сказала, чтобы я ее не снимала. Она слетит сама. С той ниткой я проходила несколько лет, пока она просто не растворилась от старости на моей руке. Все эти браслеты и врачи не дали мне никакого результата. Но для меня был важен сам процесс, его я назвала сражением за свою жизнь. Помню, была теплая весна, в воздухе пахло сиренью. Я в хорошем настроении торопилась в клинику недалеко от моего дома. Там к определенному времени меня ждал врач. Милая очень хрупкая дама в возрасте, которая плохо слышала и просила говорить громче, чем очень сильно меня раздражало. Мы говорили с ней несколько минут, она подробно расспрашивала меня про мое здоровье и ощущения. Помню, я не выдержала и расплакалась. Наверное, к тому моменту я уже очень сильно устала. Старушка сказала мне, милая, не расстраивайся, у тебя хроническая депрессия, она сейчас у каждого третьего. И в тот день мне прописали антидепрессанты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...